Девушки отдыхают У нас собралась целая гора использованной косметики. Самое время найти ей применение в интерьере. Сделаем необычную картину. Наполняем термоклеем пустую палетку от теней. Добавляем клей в карандаш, имитируем пишущий кончик. Корректируем форму горячим носиком термопистолета. Закрываем отверстие в бутылочке от подводки. Смазываем вазелином внутреннюю часть контейнера от помады. Наполняем термоклеем. Горячим носиком придаем помаде скошенную форму. Проверяем, как это работает. Крепим косметику к рамке, создаем композицию. Покрываем картину серебристой аэрозольной краской. Результат превзошел все ожидания. Еще вчера это была гора пустых коробочек, а сегодня необычный предмет декора, который может стать хорошим подарком. А ты еще выбрасываешь использованную косметику? Есть красивые ракушки? Тогда можно сделать необычные морские часы. Нам понадобится основа с отверстием в центре. Форму можно выбрать по своему вкусу. Нанесем основной тон, голубой. Добавим белил. Наносим крупные мазки в одном направлении. Так мы имитируем волнение на море. В качестве украшения будем использовать ракушки. Покроем их акриловой краской. Мы разбили ракушки на три группы и постарались создать эффект амбре. Переход от белого через светло-желтый к ярко-желтому. Размещаем ракушки на сердечках. Фиксируем термоклеем. Остается добавить часовой механизм со стрелками. Вставляем его в центральное отверстие. Закрепляем. Надеваем стрелки. Можно выставлять время и вешать на стену. Есть обычная рамка? Тогда давай превратим ее в стильный настенный декор для твоей комнаты. Берем квадратный отрезок скраб бумаги с ярким принтом. Сверху кладем белый квадрат в половину меньше, а на него центральную часть композиции – ракушку. Мы покрасили деревянную рамку в яркий цвет. Она идеально подходит к композиции. Остается только скрепить детали. Приклеиваем рамку, элемент фона и ракушку. Такое украшение на стену делается очень быстро. Оно освежит интерьер и создаст летнее настроение. Сделаем еще одно украшение на стену с использованием природных материалов. Оно будет напоминать о путешествиях в горах. Нам понадобится деревянная рамка и камешки. Фиксировать элементы будем термопистолетом. Приклеиваем по одному камешку плотно друг к другу. Создаем несколько фрагментов. Используем также крупную гальку разного цвета и формы. Продолжаем создавать композицию из камней. В качестве яркого акцента используем страз. В таком обрамлении хорошо будет смотреться фотография из горного похода. Выглядит интересно. Камни на рамке как бы продолжают фотографию, добавляя ей объем и оживляя картинку. Всегда хотелось делать огромные стильные часы на полстены? Эти стрелки точно укажут, что пришло время отдыхать. Начнем с картонной рамки. Отмеряем на листе формата А4 10 сантиметров по длине. Соединяем метки. Отмеряем 5 сантиметров от верхнего края. И от нижнего. Проводим пунктирные линии по меткам. Внутри получившегося квадрата рисуем квадрат поменьше. Получаем рамочку. Вырезаем по линии, параллельный краю листа. Внутреннюю часть рамки убираем при помощи канцелярского ножа. Складываем по пунктирным линиям. Пару минут и картонная рамка готова. Еще нам понадобится небольшая деревянная фоторамка. Вытаскиваем задник и стекло. Окрашиваем рамку баллончиком в яркий цвет. Заднюю часть картонной рамки закрываем бумагой. Добавим цвета аэрозольной краской. Подготовим 4 деревянные фоторамки и 8 картонных. Возьмем сочные картинки с фруктами. Выбранные изображения мы сохранили в описании к ролику. Вставляем картинки в рамки. Подбираем по размеру. Теперь сделаем центральную часть наших часов. Упаковка широкого канцелярского скотча идеально подойдет для шаблона. Обводим на картоне с узором. Вырезаем. Намечаем центральное отверстие. Вырезаем канцелярским ножом. Собираем часы. Нам нужно закрепить механизм. Добавим стрелки. Закрепляем. Оклеиваем обратную сторону рамок двусторонним скотчем. Так будем крепить их к стене. Добавим тематическую надпись. Переносим шаблон на бархатную бумагу. Слова можно написать от руки или распечатить. Такая тонкая работа не терпит суеты. Вырезаем надпись канцелярским ножом. Последний штрих и готово. Теперь собираем все детали вместе. Ого! Да это не просто часы, а целая инсталляция. Главное иметь достаточно места на стене, чтобы расположить все элементы. Такие незаурядные часы станут ярким акцентом в любой комнате. И они будут показывать исключительно летнее время. Яркое, сочное, незабываемое. Ты не поверишь, но обычные столовые приборы с легкостью превращаются в яркий настенный декор. Нам понадобится фоторамка размера А4 или чуть больше. Снимаем задник. Вытаскиваем стекло. Распыляем ярко-салатовую краску. Лучше это делать в перчатках и накрыть стол бумагой, чтобы не запачкать. Берем столовые приборы, вилку, нож и ложку. Окрашиваем их в небесно-голубой цвет с двух сторон. Собираем рамку. Стекло нам не понадобится, а вот фон сделаем из белой бумаги. Закрепляем задник. Теперь приклеиваем наши яркие детали. Нож посередине, вилку слева, ложку справа. Такой настенный декор делается просто и смотрится очень необычно. Бюджетный вариант, который прекрасно оживит обстановку. Давайте сегодня сделаем стильные резные картины для интерьера. Для начала сделаем шаблон. Это удобно, если элемент многократно повторяется. Сегодня у нас геометрические мотивы. Используем карандаш и линейку. Хорошо смотрится симметричный узор, но вы можете придумать другой. Части, которые будут вырезаться, лучше заштриховать. Удалим закрашенные детали. Делаем это ножом, шаблон должен остаться целым. Приступаем к основе. Кладем подрамник на плотный лист бумаги. Обводим рамку, чтобы обозначить размеры. Время применить шаблон. Кладем его на лист и обводим каждую деталь. Заполняем всю поверхность листа. Приступаем к самой ответственной части. Нужно вырезать ножом все элементы, как на шаблоне. Делайте это очень аккуратно, чтобы не отрезать нужное. Когда все готово, продавливаем линии сгиба, соответствующие внешнему периметру рамки. Можно взять непишущую ручку. Сгибаем бумагу. Срезаем углы. И еще раз загибаем бумагу, чтобы охватить рамку. Вставив подрамник, фиксируем бумагу клеевым пистолетом. Приступаем к финальной части – окрашиванию. На первую картину нанесем цвет при помощи зубной щетки. Используем разведенную в воде акриловую краску. Можно сделать плавный переход от светлого к темному. Для второй картины также снимаем мерки с подрамника. На этот раз будет сетка. Самое сложное позади. Вот такой получился орнамент. Фиксируем бумагу на подрамник, используя клеевой пистолет. Вторую работу окрасим губкой. Третью картину начинаем делать так же, только меняем узор. На этот раз можно обойтись без шаблона. Будем использовать только линейку и карандаш. Оставим метки через равные промежутки со всех сторон. Соединяем точки, получая полосы. Рисуем елочку. Все метки уже есть, интервалы со всех сторон одинаковые. Заполняем весь лист. Вырезаем ножом ромбики. Оставляем немного места на стыках, иначе конструкция развалится. Фигуры чередуются в шахматном порядке. Последнюю часть триптиха покрываем краской при помощи уже использованного метода набрызга. Эти резные картины можно повесить рядом, образуя абстрактный триптих. А можно по отдельности, объединяя интерьерное пространство в единое целое. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас еще много оригинальных идей для создания домашнего уюта. И так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!